Это у нас следующий день, и внезапно на нас обрушились небольшие проблемы, так скажем. Так как мы приехали недавно с Джанзадзе, тут поступила информация, что в Джанзадзе, после того, как мы уехали, там нашли якобы семью зараженных. Сейчас там вообще сумасшествие происходит в городе Джанзадзе, сейчас все разъехались, туристы, вообще никого нет. А мы спокойненько собрали вещички, приехали, и нам приходит такая информация, что якобы там нашли зараженных. Естественно, Китай борется с заразой различными способами, и они сейчас просто пытаются понять, кто был в тот день. Буквально сейчас только что поступил звонок с Сианя, и они как раз узнают по тому случаю, что мы были там. Сказали оповестить, где вы находитесь, какой отель и так далее. Видимо, сейчас мы скажем, какая локация, какая чего, и они просто приедут и будут либо тесты, либо еще что-то делать. Поэтому мы не откладываем в долгий ящик, сразу же после этого звонка идем и тесты сдадим. Если какой-то звонок поступит, мы просто типа тесты покажем. А так у нас, в принципе, масочный режим в общественных местах, естественно, соблюдаем. У нас прививка. Короче, ищем, где сделать тест. Быстренько, экспресс-тест, чтобы снять себе подозрения. Так, мы в больнице нашли, в общем, близлежащую больницу, попали на стойку регистрации. Сейчас нас отправили заполнить бумажки и сейчас пойдем сдавать тест. 320 юаней платим за тесты, один человек 80 юаней. Почему мы так долго тут стоим? Для нее очень сложно написать наше имя и фамилию. Это даже для нас поначалу было сложно писать его правильно английскими буквами, потому что буквы Щ в английском алфавите, в принципе, нет. Вот. И, окей, она написала, но она написала неправильно. Она Щ, Акина разделила пробелом. И если имя и фамилия будет написано неверно, то в коде здоровья не покажется наш результат теста. Поэтому это важно. Сейчас мы ей показали, где ошибки, она их исправит еще раз и мы пойдем делать тесты. Посмотри, я правильно написал или нет. И так мы уже где-то стоим. Минут 30. Минут 30, возможно, больше. А все так прекрасно начиналось. Поехали Дзяндзадзе, ни о каком вирусе не было информации. Все без масса ходят, такие довольные, радостные, дышат свежим воздухом. Дальше у нас по плану Сиань. Сиань, окей, мы приехали. Кое-какие достопримечательности городские посмотрели. А впереди у нас гора и потом еще терракотовая армия. Наверное, все слышали, что такое терракотовая армия. Она как раз-таки находится рядом с Сиань. Она была у нас в планах. Тут подписчица наша китайская русскоговорящая. Училась русскому языку в Украине, что ли. В общем, она отозвалась. Я, говорит, вам подскажу. И так далее. В общем, она нас немного посианит, водит. Подсказывает какие-то интересные места. А сейчас она подсказывает, что терракотовая армия закрыта. С сегодняшнего дня. 30-го числа закрыта. Я в шоке, блин. Я просто в шоке. Все так хорошо начиналось. И вот сейчас уже мы здесь. Терракотовая армия рядом. Но из-за опять какой-то там вспышки. В общем, где-то кого-то обнаружили. Там нашли и так далее. Мы, короче, не посетим терракотовую армию. В общем, здесь буточка такая. Здесь у нас человек сидит и делает тесты. В Китае все время, когда доходит дело до иностранцев, встречаются они, в смысле, с иностранцами, то для них это полная проблема. В общем, возвращаемся обратно в регистратуру. Потому что там она с третьей или четвертой попытки неправильно вбила наше имя. Сначала неправильно вбила наше имя. Потом зарегистрировала нас всех на один паспорт почему-то. Хотя мы писали разные паспорта. Сейчас возвращаемся в регистратуру. С нами идет человек. И сейчас она будет, в общем, все исправлять. Поближе, дочь, вставай. Поближе, поближе. Тест сдали. Забирать будем результаты в 9 вечера. Надеемся все же, что он появится у нас в нашем коде здоровья. Возможно, да, он появится в нашем коде здоровья, но не факт. Поэтому приходим, делаем распечатку и у нас будет в бумажном виде тесты. А сейчас, что сейчас? Я не знаю, чем сейчас заниматься. Терракотовая армия закрыта. Достопримечательности закрываются. Немного в упадческом таком настроении находимся. Ну что-нибудь придумаем, ладно. Не будем унывать. Ну все, получили тесты отрицательные. Уф, серый. И теперь со спокойной душой едем заселяться в отель. Вот это дизайн. И это, наверное, воздалось нам за сегодняшний день. Мы полдня потратили на тест. Тест получили, тест отрицательный. И нашли отель отдельно стоящий. И всего 178 что ли он стоит? 179 юаней. И он просто огромадный. Так, халатики, подсветочка, кирпич. Вот так все классненько. Классная комната. Прям здесь все так на стиле. Вот такое вот решение какое-то здесь над унитазом. Водичка там и там. Мувашка. Прям так классненько все оформлено. Свет вот такой максимальный. Включили все лампочки какие только натыкали. Здесь у нас такая зона. Здесь у нас якобы бар. Чай можно. Холодильничек имеется. Диванчик прям такой стильненький классный. Вот так вот сел. О, смотри как классно. Да, тут все атмосферненько. Посидел тут такой раз. Встал. Так, все оформлено классно. Кровати. Две. Да. Тумбочка. Смотри, железная тумбочка. Железная. Телевизор имеется. Здесь такая стоечка для телевизора. Классно. Здесь это у нас для багажа видимо. И вот здесь классная такая зона. Здесь диванчик. И вот такое кресло. И стол. Две кровати. Вот такое кресло. Трасс. И номер просто огромадный. Посмотрите. Вообще классно. Вид. Вид. Грязное стекло. Не видно ничего. Но завтра проснемся. И поснимаем уже. И может быть какие-то детали откроются нам. Но вообще так все прям очень нравится. И наконец-таки нам воздалось. Да? Да. Полдня. Ура. Ура. Все, заселяемся. Все, оставь себя. И отдыхаем. Я помылась. Ну и ладно. А мы пошли. Ужинать. Ужинать. Эх, Вероника зря не пошла с нами, да? Смотрите, у нас какой ресторанчик здесь классный. Все очень достаточно просто. Забегаловка. Есть булка вот их. Сианская. Бебенмен есть. В общем, я его себе заказал. Хотел отметить, здесь очень классная качественная булочка. Уже попробовал. Здесь именно из слоеного теста делается. Со свининки делается. Свининка жирненькая, как положено. Вот. В общем, мы ужинаем. Смотрите. Смотрите. Я себе ген-ген-мен. Ген-ген-мен. Ген-ген-мен заказал себе. Классная. Такая вот лапша здоровенная. У-у-у. И как практика показала, все-таки в обычных забегалках как-то вкуснее, что ли? Хотя нет, наверное, в сетевых ресторанах тоже вкусно. Ну. У нас в Гуанчжоу, да? Вкусно. Мы дальше все не кушаем такое. Угу. 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 такой полезный супчик легкий. Я заказала себе вот такую вот лапшечку, она очень прикольная, тут еще со специя остренькая. Холодная, да? Да. И еще булочка. Вообще, да? Мы, кстати, заметили, практически в каждом ресторане есть чеснок. Не просто чеснок, а ведро чеснока. Там и там. Чеснок хотите? Нет, спасибо. Это у нас следующий день. Доброе утро. Кстати, по поводу вида из окна. Вот такой вид. Жара нереальная. 39 градусов. Мы сейчас собираемся и, наверное, в другой номер заселяемся. Чуть поменьше. А девчонки тем временем занимаются спортом. Смотрите. Ну, естественно, в телефонах. Но самое главное, самое главное, спортом занимается. Это хорошо. Здесь прикольно так. Ты выходишь такой из номера, видишь, люди занимаются. Немного мотивирует, да? По кругу номера. Люди выходят, смотрят. Здесь у нас занимается. Сложности путешествий по Китаю. Так как мы путешествуем достаточно долго, у нас скопились грязные вещи. Вчера мы задались этим вопросом. Как же мы будем стирать? Сели смотреть, в общем, различные приложения, самостоятельные прачки, прачки, которые предоставляют услугу. Несамостоятельные, да, имеется ввиду. Вот несамостоятельные, допустим, мы посетили. 15 юаней стоит одна футболка. На секундочку. Хотя сама футболка стоит около 15 юаней. Я могу купить ее новую себе. Но мне надо просто ее постирать. Поэтому сцены несоизмеримые. Это очень дорого. Отменяется. Поехали в лаундре самостоятельного обслуживания. Не нашли, в общем. И скудная информация по самостоятельной стирке. Нету. Если есть, они как-то выглядят не очень. В России все просто. Можно снять квартиру буквально на день, на два, на три со стиральной машиной. Там купить порошок, кондиционер. Постираться, высушиться и съехать просто с квартиры. В гостиницу даже иностранцы не везде заселяют. А в квартиру, чтобы заселиться со всеми квартирными вот этими условиями, да, это проблема. В России ноль проблем. Открываешь Авито и погнал. Здесь. Поэтому день стирки. Сегодня устраиваем день стирки. Приобрели тазик, порошок, мыло, перчатки и будем стирать. Девчонки уже настирали свои вещички. Я иду по крупным вещам. Катя уже поменьше. Вот они, будний путешественников. Сегодня день постирай. Вечером пойдем погуляем. Надо все перестирать, потому что вещи-то кончаются. Закончили. Идем гулять. Так, ну что, гуляем. У нас вечер, классная погода, солнца нету. Сегодня целый день шкварела. Мы сегодня дела делали. Пришли. Новое местечко. Имеет оценку 5А. Заходим внутрь, посмотрим. Вход в парк бесплатный, но надо зарегистрироваться в приложении. Указать свои все данные паспортом. Проходишь через турникет, прикладываешь свой паспорт. Китайский паспорт прикладываешь. И проходишь, так как ты заблаговременно зарегистрировался. Указываешь время, какое ты придешь. Вот, мы что-то похожее сделали. Регистрация прошла, но мы паспорт не прикладывали. Она так посмотрела, бронь есть, что мы здесь. Она просто калитку открыла, не стала даже просить паспорта, чтобы мы прикладывали. Смотрите, какая печать. Вы видели? Да. Это у нас печать. Это, наверное, династика. Предположим, да? Да. Формейшена нету, да? Да. Начинает загораться. По кругу огоньки. И еще мы собираемся после этого парка пойти в неспящий город, как переводит переводчик. Я думала, это оно и есть. Нет, это у нас парк развлечений. Можно погулять. Здесь различные аттракционы. Можно на лодочку, наверное, покататься. Но сюда, наверное, днем-то, наверное, нет. Вау. Смотрите, какой водопад. И у нас здесь прямо место для фотосессии. Смотрите, он у нас здесь фотографируется. Просто на телефон фото. Девочка нарядилась на стиле. Тротуар просто идеальный. С него можно есть даже. Ну ладно. Вот. Красиво. Обычно парки такие, они платные, да? Да. С чем-то похожи. Типа там, может быть, сафари парк какой-нибудь, да, как Гуанчжоу. Такого уже. Это парк бесплатный. Ребят, представляете? В чем подвох? Как тебе твоя? Да, это вообще, это просто космос. А вот так вот виды? Да, это вообще просто бомба. Я не знаю, куда камеры повернуть. Здесь слева и справа везде красиво. Мы шли только что, и это было все выключено. Бам, раз, все загорелось. Ой, смотри, как красиво загорается. Вау. Красота. Ты видела, сколько все практически идут в платьях в этих традиционных? Да. entered. Вау. Спасибо, что стало. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сосиску допустим вот такую вот Уже закрывается Ну очень на все на стиле Прям классно здесь Продолжаем гулять По данному парку Естественно стемнело уже практически ничего не видно Но видны вот эти все элементы У нас здесь пруд Озеро Не знаю прудом не назвать Очень большой водоем И здесь у нас такой типа мостик Подсвечивается шикарно Полетать почему-то не получилось Не получается Взлететь у меня почему-то Красота Идем дальше Как только мы оттуда ушли И там шоу Шоу фонтанов Под музыку Это же надо дождаться Чтобы никого не было Сделать фоточку Сделать фотошку Сделать фотошку еще есть игровая зона в общем здесь можно поиграть пострелять какие-то призы вот на таком фоне да и вот здесь вот прям локация для фотографии красота сушки на кабинка это подсвечивается вас она вам вы с красивым видом качаетесь да тут в общем можно приобрести на прокат и щички и пофотографироваться так понимаю немного оценок прайс начинается 488 просто одежды без макияжа 6 фотографий дальше с макияжем с одеждой 680 и так фотографии потрясающее место до 7 понравилось вот планировали еще пойти вечно не спящий город где-то здесь есть рядом но он тоже закрылся благополучно поэтому тянем наверно все завтра у нас еще один есть не знаю посмотрим чтобы не делать будем вас держать курсах поснимаем обязательно наш день завтрашний увидимся завтра ребята всем привет это у нас очередной день путешествий немного информации перед тем как мы посетим эту гору гора называется хуашань она еще открыта я бы хотел немного информации дать мы сейчас выехали из сянь город очень понравился хоть и достопримечательности многие закрылись ситуация немного накаляется вот поэтому наверное на этой горе мы завершим я надеюсь на сегодня пустят туда но по информации вроде как туда пускают посетим гору и переночим и поедем домой домой ехать около двух тысяч километров с одной ночевочкой думаю что мы должны добраться до нашего города до гуанчжоу вот но не будем о плохом хотел бы сказать о городе город сянь очень понравился хоть и жарко гулять днем вообще невозможно просто нереально парк династии там очень понравился колокольню мы ходили а вот девочкам что понравилось каток да вчера ходили на каток девчонки вчера ходили на каток мы вчера в торговый центр ходили там каток был в общем целый день практически катались ника там все шторкала ногу очень город очень понравился древний город достопримечательности классные все в таком или парк династии тан очень красиво подсвечивается все сильных вот этих вот в древних одеждах очень классно все понравилось но не все достопримечательности посетили поэтому нам еще предстоит я так понимаю но впереди дорога надо ехать ситуация накаляется сейчас выезжали сянь и заезжали мы на платную дорогу и видели выезд сплатного там полиция стоит в общем все есть предположение что возможно есть предположение что машины с другими номерами не местными останавливают и возможно даже разворачивать наши друзья зорик цены тоже домой там тоже у них их останавливают и так далее в общем какие-то сложности есть впереди если все таки мы решаем ехать путешествие впереди долгая дорога около 800 километров и вот просто представьте мы приезжаем и нас просто разворачивают то есть заезд в город и нас просто разворачивает и говорят езжайте домой но это как бы немыслимо будет долги будьте нас могут просто развернуть поэтому не будем рисковать вот у нас что тесты действительные мы что здесь заселимся если еще сегодня до вечера и впереди обратная дорога но сегодня гора поднимаемся общем к входу здесь нас сопровождает такие виды как красивые гора оголенная такая классно по мостику идем а здесь у нас ручей падает гор сидим из ущелья приехали в теки тормис в общем спрашивают код здоровья и у нас там указан как раз таки этот джан заде где вот это все кипиш начался мы им показываем он нас не пустили на гору вот сначала проверили код здоровья потом проверили вот этот зеленый код со стрелкой потом проверили паспорта проверили тесты сверили чтобы каждый тест там паспортом фамилия потом такие нет нельзя просто ну конечно расстроилась я уже потому что было одной ногой на горе было короче есть до расстройства но не унываем короче она как объяснила то что вы якобы были в джан заде а это типа меньше 14 дней у нас же этот период до 14 дней да и несмотря даже на этот тест на зеленый код все пути грубо говоря открыто но в зеленом коде написано что типа место посещения указано короче ну все едем домой заряжаемся ехать овер до хрена просто вот так берем и придется возможно где-нибудь на стоянках наверное ночевать ну вот я выставил до дому локацию ехать 1694 километра 838 юани и 20 часов 32 минуты в пути грубо говоря почти сутки ну ночевка наверное ладно не отключаемся будем на связи а перед тем как ехать долго ехать нужно вкусно поесть и все незгоды пройдут до нас уже приглашают катя высмотрела такое кафе здесь готовят традиционное блюдо из баранины с клецками просто не хау не хау как встречает не хау ой нас как встречает класса как пахнет баранинка это здесь цега хау шима вам он я в янроу а вот он с традиционное блюдо с клецками я живу по моему я живу по моему я не цена игру чего на него чего дай вам отчего вот это на и лос и пути путин мы году человек ученского последнего моего чутка моего шама короче моего бухампан какой-то не молодец не молодец смотрите сейчас покажем закажем не там он хуэ хэн хау не на тяну я не вытворила выживаю уникалий хау ленин 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 это наш старый сталин блин они не знают капец я не ленин джедау стали стали джедау давайте я вам подскажу чтобы как бы ближе быть войске вы заметили чеснок опять здесь и вообще не париться не масло ничего прям до видимо сила чеснока вот а мы прям все уже перед этого не прям маски до последнего сижу а как можно в ресторане маски с ней надо снимать с привом сидим мы понимаете ли едим а тут карта горы здесь у нас деревня и гора пошла фуникулер чеки все указано и вот здесь фотографии собственно вот этот вот это я хотел вот это хотел есть такая тропа она прямо из досок смотрите здесь просто генные виды на облака пристегивает вас тросиком вот поэтому и идете держитесь еще здесь и вот на такой вот да по такой дорожке идете здесь в отличие от джин где горы не такие пушистые здесь прямо они примут лысая гора вот посмотрели фотографии вернемся салатик нам сварганили буквально он там с холодильника все достал так но мы пробуем салатик здесь у нас там в остреньком соусе все намешано так подъехала у нас говядина холодненько вкусненько натуральная колбаса ничего фалма фалма он прикольно вообще мне нравится вообще даже не напрягает сидит рассказывает русские фильмы смотрит только довольны нам принесли соус говорят надо вот так мяско брать вот так вот макнуть ой я потерял мясо потерял немного мяса здесь прям из соуса достоян пробуем так ну что пробуем традиционное блюдо я нроу аума кажется что у нас здесь сразу же кинза вот клетки и баранина баранина кстати ну вот вот кусочков и бульон с баранина пробуем бульончик бульончик у нас действительно баранина вкусно что там у вас вкуснее что у меня пробуем у девчата у них другой немного суп он без клеток это добавить добавить можно просто надо они горячие берем по инструкции как они говорят добавляем обмакиваем и ждет не ждем пока на все это размокнет пробуем вот лучше лапша что ли внутри есть все сианцы а на 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 попадается на сбок атаку со я врубую плёдку и мясо да такую тарелочку наверно и можно до гонжо уехать вообще ничего не есть к этому супу традиционно подается маринованный чеснок как будет маринованный чеснок и еще вот такую мясо вообще просто это у нас кажется лобо маринованного лобо это не остро это не как чеснок а вы пробуйте лобо он не горький он не горький он как маринар лобо пробуй я обожаю пожар а видно сколько тут вот этого острого маринованного перца видишь она приятного аппетита кем-то уже познакомилась здорово бобик ты такой гляденький мама занята скажи да мама он там на кухне клопочет а вот и куда не уезжай если все лучше это провожает визиточку приезжаешь с города города приезжаешь в день и заезжаешь как-то все ближе как-то все как-то для души а вот так вот снимаю вот все как-то для души вода люди как-то более ну как-то теплее встречают а в городе как-то все схематично все люди как систему идут куда-то на метро в метро на метро по городу идут там здесь то 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 здесь прям там мне нравится а мы заряжаемся на долгий путь какая красота но ничего мы вернемся когда вирус победе или победят заряжаемся едем 1694 километра у нас и матча лили да вот так вот можно завтра в 11 утра будем дома просто как заряжайся давай будем по очереди рулить я буду петь а ты рулить вот такой вот вид невыспанного не выспавшегося водители спали в машине потому что ехали долго осталось где-то буквально 600 с чем-то километров время три ночи и в общем мы на парковке прям не уснули в машине так вот все разложили и уснули девчонки там там сям я здесь внутри господи ой держать силу-то искали конечно же гостиницу на этой парковке есть гостиница но нет номеров все шло с машины спать уже просто сил не было все едем дальше шестьсот с чем-то километр осталось ура мы в гуанчжоу 24 часа в пути и мы в гуанчжоу ребята ура все ушатанные вообще никуда полинка спит поэтому говорю потихоньку уставшие сейчас что делаем едем в больницу который у нас рядом находится и будем сдавать тест там только домой сдали тесты успели буквально через одну минуту закрывается и едем домой у нас вот такой вот дождь сейчас зарядил она считала сколько вас не было 10 дней играть не было слышь так и что же там кошечка самое главное интересно соня господи ну иди сюда такую холюзию мяу горит ой тема йорта красота изловили мне так классно было без вас ну прям скучал не пришла включал все на этом путешествие по китаю закончилось пока что закончилось впереди месяц каникул и возможно еще куда-то съездим обязательно вот но пока сейчас шумиха лучше далеко не уезжать в общем где-то здесь поближе девчонки все пока подписывайтесь ставьте пальчики вверх на все наши серии из поездки по китаю и всем пока 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 пока